Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом ролике мы поговорим о том, как эффективное использование плана позволяет создавать хорошее видео, что в целом содействует продвижению канала на YouTube. И давайте найдем ответ на первый вопрос. Почему? Почему стоит использовать план? Все познается в сравнении. Кратко сравним план с двумя другими методами создания видео. Первый путь, по сути, наш Северный полюс – это экспромт. Например, хозяин увидел, как его питомец резвится и заснял это на видеокамеру своего телефона. Потом из серии таких роликов он создал одно видео и выложил его на YouTube. Южный полюс у нас – это сценарий, который имеет очень много преимуществ, позволяет учитывать разные мелочи. Но также сценарий имеет определенные недостатки. Главное из них – это трудозатратность. Поэтому неудивительно, что некоторые блогеры перелаживают труд по созданию сценариев на плечи фрилансеров. Также от тех людей, которые будут сниматься в видео согласно сценарию, требуется хорошая доля артистизма. Иначе будет видно, что ролик наигран. План же – это своего рода экватор, который лишен этих трудностей. И он имеет ряд преимуществ. Во-первых, он соответствует принципу Паретто – 80-20. То есть и 20% действий, и 80% успеха. Ведь на его создание нужно меньше времени, чем на создание сценария. Также еще одним преимуществом является гибкость. Дело в том, что если по ходу создания видео автор решил что-то скорректировать, улучшить, то изменить сценарий намного тяжелее, чем изменить план. Использование плана позволяет автору говорить в свободном стиле, то есть использовать разговорную речь, что очень положительно воспринимается аудиторией. И даже маленький ребенок может составить план. Но об этом мы поговорим немножко подробнее дальше. Второй вопрос. Что? Что может включать в себя план? Рассмотрим два направления. Первое – это виды плана в соответствии с наполнением. План бывает тематический, то есть имеет ряд подпунктов в соответствии с которыми развивается тема. Также он может быть фразовый или тезисный. То есть у нас есть набор предложений, которые раскрывают главную мысль какого-то подпункта. Ну и третий – это угол. Условные графические обозначения. Поэтому даже ребенок может составить такой план, не зная букв и не умея читать. Также используется хорошо цветовая маркировка, когда текстовыми делителями можно отметить ту или иную важную мысль. Следующие градации плана в соответствии с его сложностями. Первое – это простой. Просто идет перечень пунктов. И я думаю, уважаемые зрители, вы часто его видели, потому что, по сути, те тайм-коды, которые присутствуют в описании к видеоролику, это и есть разновидность простого плана. Следующий вид – это расширенный. У нас есть главные пункты, которые для удобства можно записывать строчными буквами в крайней левой позиции. А под ними потом пишутся уже подпункты, которые развивают эти пункты. И сложный вид плана, который, по сути, может быть представлен двумя предыдущими, но он имеет определенные цитаты, статистические расчеты, вставку каких-то формул и тому подобное. То есть той информации, которая нужно точно сказать и передать без искажений. Ну и такой еще лайфхак я бы посоветовал, чтобы заключение и вступление к ролику записать и выучить. Потому что эти части видеоролика являются побуждающими. В заключении там просят нажать на колокольчик, подписаться на канал и тому подобное. Ну а слова, которые будут сказаны в вступлении, они заинтересовывают слушателя и побуждают его не уйти, а остаться дальше смотреть видео. Кстати, у меня на канале, в этом плейлисте есть видеоролик, в котором я рассказываю о топ-10 ошибках, которые могут допускаться во вступлении. Советую посмотреть. И плавно перешли к третьему вопросу «Как». Как составить план? Путей много, я хотел бы предложить примерный вариант. Первое – это определиться с целью. Для чего вы хотите создать видео. Дальше нужно выбрать название ролика или конкретизированную тему, чтобы подумать, под каким именно углом вы будете развивать ту или иную тему. Когда это уже сделано, можно продумать главные пункты, то есть ключевые ступени, по которым будут продвигаться видео. А потом под ними подпункты. Можете это делать просто записав тематические названия этих пунктов или используя тезисы. Очень важно, чтобы между главными пунктами плана, независимо от того, какой вид вы используете, прослеживалась четкая, логическая последовательность. И тренироваться по плану нужно до тех пор, пока у вас не получится на автоматизме перейти от одной ключевой мысли к другой. Это то, что вкратце можно было сказать об использовании плана. Если вам интересно увидеть, как на практике реализовывать выше указанные советы, то я, возможно, сниму данное видео. Все будет зависеть от вас, дорогие зрители, какой будет проявлен интерес к данной теме. Большое спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Пожалуйста, оцените его. Мне очень важен ваш хидбэк, чтобы улучшаться, чтобы видео были вам более интересные. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. До новых встреч на YouTube.